Как избавиться от придирок со стороны коллеги? Смотрите, когда люди нас ненавидят, у нас есть мало вариантов. Стать сильнее человека или быть сильнее человека. И надиктовать ему свои правила. А если человек сильнее нас по какой-то причине, и он нас хочет съесть, то только уходить. Надеяться, что оно как-то пройдет, но нет. И потом, есть такое, вот он просто человек вас возненавидел по какой-то причине, которая вообще не от вас зависит. Вы похожи на женщину, которая увела у нее мужчину. Вы похожи на кого-то, кто обижал этого человека. И она вас ненавидит, и все. И это будет всегда. И выход один. Либо стать сильнее, завести знакомых, создать рапорт с начальством, чтобы начальство, чтобы можно было повлиять на ситуацию. Либо искать отходные пути. Надеяться, что это как-то... То есть защищать границы, драться и кусаться. Идти на конфликт. Все, больше никак. То есть метод увиливания, он не сработает. Поэтому, как избавиться от придирок? Заткнуть рот в открытую. Заткнуть рот в открытую. И не один раз. Как забыть человека, который все время перед глазами, на работе, рядом. Забыть, добиться состояния амнезии нельзя и не нужно. Я создала вечные истории, как забыть бывшего. Там есть кое-какие приемы, в том числе на отвращение. Чтобы вы смотрели на этого человека и не чувствовали любви, как минимум. Следующий момент. Когда мы расстаемся, у нас все болит. И это нормально. Иначе мы не любили. Было бы странно, если бы мы расстались и ничего не чувствовали. Первое, что нужно сделать, это отгоревать. Это особенно касается сильных женщин. Когда женщина сильная, или она привыкла быть сильной, или ей нравится думать, что она сильная. И значит, эмоцию нужно подавить. Нет, эмоцию подавлять не нужно. Если возникло вот это вот горе, тоска, печаль, надо отпечалиться, отгоревать, оттосковать, отрыдать. Прям на полную катушку, чтобы слез не осталось. Вы отводите себе там три дня. Кому жалко времени. У кого время дорого стоит, отводите себе три дня. У кого время стоит дешево, хоть три месяца отводите. Но главное поставить срок. Потому что если нам дать волю, мы можем впасть в жертву. И очень тяжело подняться из жертвы. Опуститься в жертву легко. Подняться из нее сложно. Потому что мозг любит состояние жертвы. Почему он любит состояние жертвы? Потому что жертва ничего не делает. Она просто ноет. Все. Если воин идет и борется, он достигает. Там нужно преодоление. То жертва, она просто лежит размазанная и рыдает. Поэтому впасть в жертву легко. Выйти из жертвы очень сложно. Поэтому мы отводим себе время. Вот у тебя три дня, Маша. Рыдай. Плачь. Тоскуй. Рви. Там подушки и одеяло. И все, что можно. И вот когда уже, знаете, как выболела. Вытасковалась. Почему важно? Потому что когда мы подавляем, она все равно живет. И она будет жить три года. Тридцать лет будет жить эта эмоция там. Потому что все равно. Вот этот мешочек слез, он накопился. Ему нужно выйти. Он будет, если вы будете разрешать, чтобы выходила помалу, будет вытекать одна слеза в год. И вы будете постоянно смотреть на него. И вот это вот вас будет якорить. Нет. Пусть этот мешочек выйдет за три дня. А потом стоп. И вы начинаете уже применять какие-то техники. В том числе на отвращение. То, что вот в вечных сторис я давала. Вы начинаете, если есть гнев на него, если есть злоба, обида, не стесняйтесь этого. Нарисуйте на бумажке его портрет. Распечатайте на принтере 20 тысяч его портретов. Закидайте их дротиками. Порвите. Разрежьте. Разрисуйте ручкой. Чтобы эмоция вышла. Чтобы гнев вышел. Вышел, 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 вышел. И вот самое прекрасное состояние, когда не осталось сил. На слезы, на тоску, на боль, на гнев. Такое опустошение. Ну все. И вот опустело. Да, слезы вышли. Гнев вышел. Все опустело. И замечательно. Теперь пришло время для нового. И мы начинаем строить новую жизнь. Отношения. Если нам нужно заниматься собой. И так далее. Но для начала нужно все выкинуть оттуда. Все вытащить. Так что вот так. Кратко. Кратко. По поводу, как забыть очередного бывшего. Как забыть бывшего. Да, мы разобрали. А она говорит. А как забыть вот того еще, который до него был. Предыдущего. Да. И так бывает. Продолжение следует.